Встречнополосная романтика Автор из Ленирам читает Кэт Вилд. Примечание Когда вы прочтете эту историю до конца, вам интересно будет узнать, что по верованиям некоторых народов Божью коровку посылают к нам на землю с небес с некоторым посланием, предупреждением, благословением на успех, доброй вестью или чтобы уберечь нас часто от самих себя. Не случайно, когда Божья коровка садится нам на ладонь, мы останавливаемся и рассматриваем это нежное существо, а весь мир словно замирает вокруг. Чтобы насладиться моментом. Кто знает, возможно, это небеса останавливает нас, чтобы уберечь Анбидея. Это не сказка о Хасоке и Техёне, но что-то волшебное здесь, безусловно, есть. Посвящается безумцам, не боящимся встречных полос, и еще большим безумцам, которые выходят на встречную полосу, чтобы остановить первых. Итак, поехали. Здесь и сейчас. Хасок это помнит так подробно, будто в тот момент, когда все происходило, оно одновременно вплавлялось в его память ржавыми болючими буквами, символами и образами. Потому что, наверное, так оно и было. Он помнит, как мирно стучало его сердце, когда на голову натягивал шлем. Как ухала где-то в груди мысль, что вся эта черная блестящая асфальтовая лента впереди. Возможно, стягивает на себя звуки мотора в последний раз. Потому что глушить байк ему вряд ли теперь захочется. Потому что не для кого. Никто не остановит. Потому что некому. Он помнит, как звуки, пульсирующие в наушниках джедрегоновской виндоу, вплетался механически ощущаемый шорох асфальта под колесами. Он помнит, как на него накатывало тягучее мрачное все равно. Все равно, куда лететь. Все равно, зачем. И все равно, что можно не остановиться. И еще он помнит, как рванул навстречку. Просто рванул и все. И как сразу пропали с асфальтовой ленты все, кто мог бы там быть. Будто вымерла трасса. Будто все знали, что один придурок на байке может вот так вот выпендриться и направить свои колеса навстречу гибели. И будто кто-то одним взмахом руки приказал нас замереть в невесомости всем, зависнуть и дать место и время этой больной встречнополосной романтике. И потом появился он. Слепящим глаза в солнечном свете, впитывающим в дорожное полотно, жглочим и ласковым одновременно. Прямо посреди черного асфальта, рассекающий на двое трассу, как преусловутую морскую гладь. На скейте. По разделительной полосе. По сплошной. Он медленно катился на своей узкой доске, немного покачивая бедрами, удерживая равновесие. Медленно катился, стоя ногами на этой дикой расцветке, красной в крупный черный горох, как на гигантской божьей коровке. Высокий, струящийся, в нагретом от асфальта плавком воздухе. Гибкий и хрупкий. С разлетающимися от ветерка волосами цвета спелого чернослива. И тогда Хасок почему-то свизгом развернул байк и встал поперек разделительной полосы, преграждая ему путь. — Зачем ты это делаешь? — хрипло спросил он, глотком задавливая рвущееся наружу сердцебиение. Человек на скейте пожал плечами. — Наверное, чтобы ты остановил меня. Блеснула странная растянутая улыбка. Там и тогда. У Хасока все в принципе в порядке. Насколько оно может быть в порядке у человека, владеющим самым крупным в Корее рекламным агентством. Не самым крупным, но самым авторитетным. Иначе как объяснить, что перед этой парой комнатушек на 118 этаже небоскреба в центре Сеула дрожат и благоговеют самые павостные рекламщики. В его офисе царит бессовестно творческая атмосфера. И при возмутительно скромном штате из этих дверей в мир выходят идеи на грани безбожной гениальности. Здесь работают настолько неожиданные люди, что поначалу при первом знакомстве становилось непонятно, окончательно ли поехала крыша у Хасока, когда он приглашал их на работу, или все-таки он сделал это под страхом смертной казни всех членов его семьи. Однажды он притащил с помойки бездомного художника. Насильственно отмыло его в душе, накормило и усадил за мольберт. Сейчас Джин, этот гений кисти и загвоздыканного передника, не успевал отплевываться от предложений самых щепетильных галерий мира, умоляя прекратить трезвонить и дать ему на конец время просто попить пивка с бывшими соратниками по картонной коробке от холодильника. И таких подозрительных граждан в агентстве человек двадцать, и все хоть картины с них пиши. Какая-то неведомая сила склеила их в единую команду, понимающую друг друга с полувздоха, и команда эта напоминала гудящей улей, изредка вспыхивающей проклятиями, перемежающимися с гомерическим хохотом. Но все разговоры замирают на оборванных нотах, когда в офис входит Чон Хасок. Все, кто его знает, могут сказать об этом человеке только две вещи. Гений рекламы и жесткая деспотичная тварь. И то, и другое будет справедливо. Говорят, однажды ему достаточно было поднять многозначительно одну бровь и отхлебнуть глоток какого-то пива, чтобы завтра вся партия этого пива была сметена с прилавков магазинов в считанные секунды. Он может взять в руки любую поебень, произнести с фирменной оттяжечкой, «Ну, вы знаете, о чем я. Эту поебень станет бесцветлером в мгновение ока». Его подчиненные благоговеют перед ним и стараются лишний раз не вдыхать в его присутствие кислород, чтобы не обратить на себя его внимания, поскольку в гневе он страшен. Хотя, собственно, в гневе я его видел лет всего пару раз за всю историю, существование его блестящей рекламной команды. Обычно, чтобы ввергнуть весь многоэтажный офис нервно-паралитический шок, ему достаточно просто задать вопрос. Или, не дай бог, переспросить. Это уже вообще практически флайер на увольнение. Если чон-хосок повышает голос хотя бы на полтона, все присутствующие втягивают головы в плечи и стараются максимально слиться с офисным интерьером, мимикрировав ближайшее ковровое покрытие. Единственный человек, который может подойти к чон-хосоку без подобострастной дрожи в коленках, это его ближайший друг и соратник Мин Юнги, музыкальный гений, который отвечает в компании за все, связанное со звуком, вечно спящий в любом положении и на любой поверхности, но проснувшись, выдающий музыкальные шедевры. Поговаривают, что однажды Мин Юнги уснул на клавишах своего синтезатора, а уже следующим утром этот набор звуков пиликал в качестве рингтонов во всех мобильниках Кореи. А так, конечно, у хосока все в порядке. И он убеждает себя в том, когда приходит в свою огромную пустую квартиру, залитую светом от огромных панорамных окон, когда ужинает на своей огромной пустой кухне за огромным пустым столом и когда ежится под горячим душем, пытаясь согреться. Но согреть то, что внутри замерзло, горячей водой не получится. Тут нужно кто-то горячий рядом, и вот этого кого-то и нет. Когда-то хосок мечтал о блестящей карьере, и она у него уже есть. Когда-то он мечтал об огромной квартире, и она у него уже есть. А еще когда-то он мечтал о семье. Он мечтал о ней, когда был ребенком, и родители разъехались по разным странам, оставив его на попечении нянек, лишь изредка интересуясь, все ли в порядке с их ребенком, и ахая во время просмотра фотографий, как он и вырос. Ощущение ненужности, непрекаянности породило в нем желание сначала быть лучше, а потом быть лучше всех. И он слишком поздно понял, что абсолютный успех не гарантирует ни счастья, ни удовлетворения. И все эти годы он задавливал это понимание, гасил его работой, но иногда срывался, и его захлестывало тотальное все равно. Потому что становилось все равно. Здесь и сейчас, в раннем утром на встречной полосе. Сейчас на многие вопросы хасок уже не смог бы ответить. Почему после той первой встречи на дороге, спустя минуту, они мчались по встречке вместе, а тертую кожанку хасока сжимали в крепких объятиях тонкие цепкие руки? Почему закат того грузного дня они встречали вместе, разделяя с горла остатки остывающего воздуха и мрачной печали? Почему завтрашние и последующие дни они существовали в одной плоскости и не смели отдалиться друг от друга даже на сантиметр, чтобы не потерять ощущение встречнополосной романтики? Хасок не мог бы сказать, чем так зацепила его Тихен. Какая первая затяжка этой едкой, как никотин улыбкой, втянула хасока в больную зависимость? Ты Тихену хоть круглосуточно разглядывай, хоть под лупой изучай, ничего особенного. Каждая деталь на своем месте, каждая черта какая надо. Не придерешься, но и не зацепишься, если по отдельности. И как это вместе сливалось в такой крышеснос, хасок тоже не смог бы объяснить. Но он смог бы точно сказать, что острое желание поцеловать эти губы и не прерывать поцелуй до окончания жизни возникло у него, как только они слезли с байкой и уставились друг на друга в непонимании, чего и как дальше. Потому что расставаться не хотелось. Но утро понедельника неумолимо тарахтело городскими службами по свежевым этому асфальту. — Я совершенно точно буду по тебе скучать, — заявил тогда Тихен, когда они вывалились в обнимку из бара на окраине в полной пространстве от бессонной ночи перепитого кофе. Спиртного в организмах ни капли. Работа не собиралась принимать извинения и обещала облить с ног до головы неприятностями, безо всяких объяснительных. Хасок цеплялся за его воротник, прижимаясь к пояснице к байку и думал, что не знает, как насчет Тихена, а вот он-то, Хасок, совершенно точным будет. Хасок многое мог рассказать о Тихене, кроме одного. Как и когда все это закончилось? И почему закончилось вообще? И если у него сейчас перед глазами узкая лента жирного черного асфальта с разделительной полосой посередине, то что перед глазами Тихена? И если у Хасока солнечный свет разбивается о наполнившиеся странной влагой глаза, то для кого сейчас золотится зерошная макушка Тихена? И если у Хасока сейчас под ребрами разливается кислота, парализуя суетливую мышцу ядовитой безысходной тоской, то Тихен вспоминает ли он о нем хоть когда-нибудь или совсем забыл? И в его мыслях новые горизонты, и новые встречные полосы. И если это так, то пусть он научит. Господи, пожалуйста, пусть он научит Хасока, как жить с таким обуглившимся куском плоти под ребрами. Тихен должен лечить сердца. Он должен держать сердце на ладони в своих тонких, цепких пальцах талантливого кардиохирурга. А сердца эти должны биться и оживать. Почему же сердце Хасока, еще тогда живое и бьющееся, он бросил умирать посреди огромного стерильного мира? И почему все-таки случились эти сегодняшние ровно пять лет с того дня, как они больше не вместе? Там и тогда, посреди гудящей цивилизации в разгар рабочего сумасшествия. У Хасока не так много вариантов узнать, где и кем работает Тихен. Понятно, что он медик, госпиталей и больниц в Сеуле много, и разве что пешком все обойти. Интуиция штука хрупкая, сложная, но никогда Хасока не подводила, иначе не стал бы он столь успешен в индустрии, которая занимается прощупыванием наиболее результативных вариантов ловли и удачи за хвост. И он находит Тихена, так и не начав искать. За окном крохотной кафешки на три-четыре столика, задумчиво дожевывающих пухлые посыпанные сахарной пудрой пирожок. Хочется отмотать жизнь на пол пирожка назад, делиться с ним Те, совсем не удивляясь, когда Хасок садится к нему за столик и поглаживает чрезмерно сытый живот. У Тихена сахарная пудра в уголках губ. Ее хочется слезать и разбавить с собой приторную сладость. Но Хасок просто смотрит на Те внимательно и хрипло заявляет. «Я хочу тебя в своей жизни». И Те опять не удивляется, только фыркать с радостной улыбкой. Аналогично. Вот так вот. Аналогично. И все. Те Хен как марсианский сфинкс. Смотришь на него и не понимаешь. То ли перед тобой брат по разуму, то ли результат творения воды, марсианского ветра и его хасочего собственного воображения. И Хасок уже морально готов снарядить марсоход и исследовать это. То появляющееся, то исчезающее, завораживающее великолепие. Но не решается. А вдруг при ближайшем рассмотрении он окажется иллюзией. А вдруг, если станешь слишком пристально вглядываться, этот марсианский сфинкс начнет вглядываться в тебя. И что он там увидит? Это пугает. Но Те заявляется в центр жизни Хасока сам. Однажды. Просто поднимаясь на лифте на 118 этаж. Он доходит до офиса, обрастая по дороге друзьями с какой-то световой скоростью. И еще шеф не знает о визите странного посетителя, а уже нам Джон, местный гений статистика и измерений, выбивающий по телефону лакомую ямку в сетке вещаний для нового ролика. Делит с Техеном теплую подтаявшую шоколадку. А Чимин, вообще-то направленный в галерею на сходку дизайнеров, ржет с Техеном над последними ссылками знаменитостей в инстаграме. Ситуация в офисе как раз на пике накала. Чун Хасок встречает Техена на пороге, не без волнения, во взгляде. Пропускает его в свой кабинет, оборачивается, впившись взглядом, секретаря Чунгука и абсолютно ровным, безоттеночным голосом произносит. У меня такое чувство, будто мы можем потерять этот контракт. По вине секретаря Чунгука. У Чунгука краска сходит с лица с такой скорости, будто кто-то выдергивает пробку и выпускает из него всю кровь вместе с остальной жидкостью в организме. Я... Шепчет он сухими непослушными губами. Хасок склоняет голову на бок. У тебя есть полчаса, чтобы убедить меня в обратном. Бросает он холодно и входит в кабинет, закрывая за собой дверь. Хибать-то охуенный! Тут же слышит он горячий влажный шепот над своим правым ухом. Тонкие пальцы Техена вплетаются в его волосы на затылке. Ого! Даже меня проняло! Хасок оборачивается. Лавян на себе черный с поволокой взгляд и буквально физически ощущает, как его втягивают, завораживая эти растянутые в улыбке губы. Надменный холодный жесткий Чунгасок расходится большими крупными трещинами и осыпается, как сахарное стекло, оплавляясь по краям. Техен делает двумя мягким пластилином. И хорошо, что Хасок ничего не знает о законах палатализации. Потому что что с ним происходит, по-другому и не назовешь. Он тотально упрощается и смягчается под влиянием низкого, ласково, басовитого голоса Техена. Он впервые целует его жадно и собственнически. И Техену это нравится до дрожи в коленях. Он тяжело, прерывисто дышит, оглаживает Хасокова щеки, теребит волосы и нацеловывает кромку верхней губы, слизывая языком вязкое напряжение. Здесь и сейчас, в предрассветном городе, подпирающем своим названием грозную надпись Сеул. У Хасока была масса поводов для сомнений. Он физически ощущал, как терял себя рядом с Техеном, как Техен порабощал его, выплескивая под себя и свои мечты. — Я должен порваться с Техеном, — сказал он однажды Юн Ги. — Возможно, это единственный в мире человек, рядом с которым ты согреваешься настолько, что становишься мягким. Ты уверен, что хочешь добровольно отказаться от такого шанса, учитывая, что он единственный? — ответил тогда музыкальный гений и метнул взволнованный взгляд на Чимина, хмуро улыбающегося другого конца барной стойки. — Я теряю с ним все, что имею, — аргументировал Хасок свою позицию по облескивающему скотчу пузатым бокале. — Я рассыпаюсь на части и впадаю в зависимость. Я превращаюсь не в меня. Или наоборот, как раз в себя, — улыбался многозначительный Юн Ги. А сейчас Хасок сидит, уложив руки на руль взятого в аренду автомобиля и смотрит на табличку с названием «Неизвестного города», в котором, как ему сказали, живет сейчас Техен. Хасок приехал сюда не к нему и не за ним. Новый проект, интересные клиенты, хорошие деньги. Это набор причин и следствие стандартный и привычный. И стоило бы ему унять этот дружкаленях и тронуться уже с места во всех смыслах. Но глаза упорно вглядываются в гладкие буквы названия. Этот город встречает его свежей зеленью и широкими светлыми улицами, перекликающиеся блики солнца отражаются в его окнах. «Этот город светлый и радостный и Хасок невольно проникается его ритмом, чуть медленным, в отличие от Сеула, свободным от суеты. Он ловит себя на мысли, что улыбается разбегающимся дорожкам парка, шуршащим шинами автобусом и провинциальным болтливым таксистом. Секретарь Чунгук встречает его в отеле и проводит номер, в котором окна панорамная и выход на широкий балкон. Все, как любит шеф и требует, чтобы любили подчиненные». И Хасок знает, что вышкаленный за пять лет работы самым требовательным начальником на свете Чунгук способен для него на любое чудо, если его поручить, но он не поручает. Он вечерами прогуливается по засыпающим тротуарам и вглядывается в лица прохожих. И на третий день все-таки решается и идет в кафе через дорогу от единственного в городе госпиталя. Там и тогда, в центре его вселенной в безвременном пространстве. Тейон превращает жизнь Хасока в какой-то блендер отношений. Перемолола человека в кашу вместе со всеми его принципами и эмоциями. Его тоже и не поймешь. Где принципы, а где эмоции. Хасок вообще-то не любит бывать на природе. Там сыро и пыльно, жарко или промозгло. Там могут быть змеи и нет канализации водопровода. И он думает обо всем этом, прижимаясь к теплому боку Тейхена в тесной промокшей палатке посреди беснующегося ливня в самой чаще прибрежного леса. за ними грозовое небо, перед ними грозовое море, под ними уставшая от грозы земля. А внутри палатки Тейхен читает Хасоку вслух какую-то ересь с развлекательных сайтов. И Хасоку так хорошо, что скулы стягивает болезненно, а по рукам от самых ключиц до кончиков пальцев расползается приятная из дома. Тейхен переворачивается, устав опираться на локте, закидывает на Хасока ноги и щекочет большими пальцами в пушистых носках Хасокова лодыжки. — Ты такой прекрасный! — шепчет он, вдруг, отвлекаясь от чтения. Хасок принципиально не тоскует по тому, кто его оставил. Принципиально. Не ноет, не задает вопросов, не старается вернуть и не выясняет отношения. Но этот принцип вымывает из его головы поток возмущений, помешанного на боли. Когда тихий он исчезает из его жизни, не просто уходит, он стирает себя со страниц Хасокова в будни, старательно почищает свои следы так, чтобы глазу не за что было зацепиться. Он не говорит на прощание слова, не подает виду, но просто однажды он уходит утром на работу и никогда больше не возвращается. Здесь и сейчас, посреди кофейного воздуха, посреди кофейного утра. Почему-то я знал, что когда-нибудь ты здесь появишься, звучит над духом Хасок и бархат, знакомого до каждой нотки голоса. Хасок не поворачивается, потому что марсианский сфинкс это все, знаете ли, выдумка, плод человеческого воображения и причудливая случайность ландшафта. Но Техен садится напротив, греет руки окружку Хасока и смотрит в глаза. Не знал, что ты здесь, хрипит Хасок на выдохе и начинает смущенно откашливаться, потому что выдержанный годами работы в рекламе голос внезапно подводит его и сдает со всеми потрохами. Знал, склоняет голову к плечу Техен, знал. У Техена прическа другая, да и он сам совсем другой, раздавшийся в плечах, возмужавший. У него другой взгляд, лишенный безуминки и не светящейся готовностью к подвигам и приключениям. Я здесь с Чунгуком, зачем-то сообщает ему Хасок. И на заинтересованный взмах ресниц поясняет. Не в том смысле, что мы вместе, а просто, ну, по работе. Передавай ему привет, кивает Техен. И совсем вроде бы нечего сказать, потому что сказать вообще-то много есть чего, но все как-то не к месту и слишком глобально для встречи в кафе. Ты можешь сам передать ему, если как-нибудь зайдешь к нам в отель. Мы остановились. Не зайду. Прости. Грустно улыбается Техен. Хасока прошивает в сполохе, давно забытый и закрытый на семь замков сердечный сейф тоски. И он пытается выбраться, наворачиваясь терпкой влагой на глаза и норовясь капать по ресницам. Дела, болезненно сглатывая, понимающую, точнее то. Техен. Техен, но я не могу. Я не могу. И когда он уходит, один раз, обернувшись на сгорбленного за столиком, хасока, тот не выдерживает колотящегося о ребра сердцебиения и вскакивает. «Я хотел бы еще увидеться с тобой!» Тихен останавливается, снова оборачивается медленно, будто размышляя, стоит ли, а потом говорит строго. «Извини, но я живу не один» — и уходит, и больше не оборачивается. Там и тогда, в уютном вечере самого последнего дня, «Ты!» — окликает из прихожей Хасук. «Ты где?» И по громкости телевизора, в котором вскрики и резкие гортанные команды перемежаются звуками стрельбы, он понимает, что Тихен залип на очередной сыщицкий сериал, «И сейчас его лучше не трогать, ибо придется всю ночь выслушивать полный пересказ тяжелых будней следственного отдела, снабженные его собственными выводами, доводами и лирическими отступлениями». «Да, мы тут с ребятами маньяка ловим», — сообщает Тихен многозначительно, когда замечает боковым зрением входящего в комнату Хасука. «Пятнадцать трупов! И это только те, что нашли!» Хасук осторожно присаживается рядом на диван и несмело тянет руку, пытаясь обнять за плечи погруженного в расследование любителя детективов. «Ш-ш-ш!» — дергает плечами тот и поясняет. «А Джума из соседней забегаловки видела мужчину в красной толстовке два дня назад у того же мусорного бака. Понимаешь, о чем я?» Хасук верливо кивает и все-таки осторожно приобнимает за плечи ты и притягивает к себе. «Если сейчас экспертиза докажет, что это у души...» «О, брат!» У Тахена чуть краснеют кончики ушей от перевозбуждения. Хасук любуется его сморщенным лбом и трепещущими ресницами, ворохом волос с мятой диванной подушкой и чувствует, как внутри у него разливается необъяснимое нежное тепло, затапливая все прорехи тяжелого рабочего дня. Он тянется к Тезе поцелуем и тот откликает, не поворачивая головы, подставляя щеку и самый уголок губ, не прерывая возбужденного бормотания. «Вот, не могли они сразу тех двоих пацанов опросить, а? Ну что за люди идут работать, правоохранительные органы, пьяницы и разгильдяи?» У Хасука улыбка расплывается на все лицо. Он тихонько смеется над тем, как Техион зеркалит своими живыми подвижными чертами перепития на экране. Симафиория на всю комнату то возмущением, то восторгом, то откровенным разочарованием. Он, наконец, скакивает, отпихивая в азарте пустую пачку от чипсов и начинает голосить, взывая кому-то внутри плоского экрана. «Нет! Опять это блядская реклама! Ну, еб же, бога рога, душу, мать, а? Ну, на самом интересном месте!» Оборачивается, пристально глядя на улыбающегося Хасука, и шипит сквозь сжатые губы. «Ненавижу тебя! Тебя и всю твою гребаную индустрию!» Хасук утягивает его за руку в теплый колобель дивана и набрасывается с поцелуями, слизывая с его кожи каждую бурную эмоцию. Под его блуждающими руками Техен расслабляется, тает, обвивает руками его шею и возвращает каждое поцелуй с горячими и влажными процентами. «Тебе придется смириться с моей гребаной индустрией, хотя бы на сегодняшний вечер!» А вечером подтягиваются юнги с ребятами. Техен впервые на традиционных посиделках рекламного агентства. Его жутко веселит пьяненький Намджон, который носится по квартире Хасука с какой-то замудренной линейкой и вымеряет за чем-то углы. «Ха-ха, Хион!» — ржет он, следуя за Намджоном по пятам. «Если хочешь найти пятый угол, запари Хасоку налоговую отчетность, и все дела. Даже линейка не понадобится». У Чунгука в глазах немое обожание, которое следует по воздуху за Техеном по пятам. Он почти не моргает, когда Техен останавливается на расстоянии вытянутой руки от него, а потом услужливо наливает ему пиво и благоговейно сканирует каждый скачок КДК под сливочной кожей. «Наш Гуки влюблен в твоего Техена», — шепчет Хасоку на ушко юнги, а сам хихикает. Техен оборачивается, шипит в его сторону, как кошка, а потом обхватывает голову Пунцова, как революционный стяг Чунгука, и прижимает к своей груди со словами. «Не слушай хионов, они дурачки». «Женился бы ты, Хасок, пока не увели твою прелесть», — советует Джин, выкладывающий чипсы на столе не меньше, чем слово «вечность». «Женился бы, детишек бы завели». «Нет-нет-нет! Никаких детишек!» — взвизгивает Хасок. «Не потерплю этих шумных созданий в собственной жизни ни за что. Эти маленькие разрушители пространства и я — вещи категорически несовместимые. Джинни, что ты делаешь, солнце?» «Как думаешь, а если забабахать эмблему этой шарашкиной конторы, с которой мы сейчас работаем, съедобный?» задумчиво тасует на поверхности журнального столика чипси на джин. «Ах, ты гениальная сука, а!» — восторгается идеей Хасок. «И его несет в полете креатива. Завтра же заказать упаковок сто пусть экспериментирует. Это талантливая зараза!» «Много!» — мрачно сообщает Янги. «Заказать я сказал!» — рычет Хасок, все еще сверкая восторженно глазами. «Лишнее выбросим, хер с ним!» «Ужас какой!» — возмущается Тейхен. «И это в то время, как негры в Африке, а афроамериканцы в Африке кимчи без хлеба едят!» «Малыш, это рабочий процесс!» — смеется Хасок. «Знал бы ты, сколько мы извели йогурта, пока добились от одного знаменитого долбоюба нужного эффекта на экране!» «И у нас йогуртовые реки по канализации текли!» А на следующее утро Тейхен исчезает. Здесь и сейчас, на вершине мира, запертый в номере отеля, стоя перед панорамным окном в номере отеля в одном полотенце, обернутом вокруг бедер. Еще влажный после душа, Хасок мучительно вглядывается в макушки деревьев, раскинувшегося перед отелем парка. Ему кажется, что он видит Тейхена, ускользающего от него по дорожке от закатного солнца эфирной субстанции, уходящего и неоглядывающегося. «Что пошло не так?» «Что могло пойти не так?» Хасок вспоминает, смакует тот самый последний вечер, воссоздает в памяти детали, гладит их мысленно каждую. Ни одна видеозапись не могла бы так детально напомнить ему каждую минуту того вечера, как его собственная щепетельная память. Вот Тейхен у телевизора, матерящая рекламу и все это гребаные индустрии. Вот Юнгин Амджун, измеряющий линейкой углы. Вот смущенный Чунгук, уткнувшийся носом в Тейхеново плечо. Чунгук, будто услышав воспоминание о нем, тихонько скребется в дверь номера и входит. «Хен, тебе нужна еще моя помощь?» Хасок оборачивается, всматривается в это вечно смущенное лицо и кивает. «Мне очень нужна твоя помощь, Чунгук. Мне нужно кое-что в чем разобраться». Чунгук методично пересказывает Хасоку снова и снова тот самый последний вечер. Память парня не настолько щепетильна и методична. Он сбивается на деталях. Да и образ Тео уже давно выпихнул из сердца улыбчивый нежный Чимин. «Что же пошло не так?» Почти стонет Хасок, когда Чунгук заканчивает свой рассказ. «Что могло обидеть тогда-то, Хена? Ведь так не бывает, чтобы взять и разлюбить. Так быстро и так категорично». «Я могу ошибаться, Хен, осторожно бормочет Чунгук. Но мне показалось... «Не знаю, просто...» «Говори!» Осторожно упирается в него взглядом Хасок. «Что?» «Когда Дженни сказал про женитьбу, про детей, помнишь?» Хасок кивает. «Ну, когда ты сказал, что... не помню, что детей не любишь или никогда не пустишь их в свою жизнь, так вот, ты Хенни-Хенни тогда так мое плечо сжал, что у меня синяк неделю не сходил». Я еще удивился тогда, чего это он. То гладил меня по голове, обнимал, а тут вдруг сделал мне больно. Хасок все еще ничего не понимает, но чувство беспредельной тоски вдруг заменяется в его душе какой-то острой колючей злостью. «Он здесь...» «Ты знал?» спрашивает он Чунгука. «Кто?» не понимает младший. «Тэй-Хенни-Хенни, не может быть!» «Да уж...» ухмыляет с ней добрый Хасок. «В госпитале местном работает...» «И знаешь что, Чунгуки?» «Будет тебе задание». «Дай, дай, 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 дай» «Дай, дай, 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 дай» «Дай, дай, 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 дай» «Дай, дай, 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 дай» «Я feel the rain» «Cause without you love my life Ain't nothing but this carnival of rust» «Door adults» «Дай, дай…» «Doors» «Entсон operating твой поток?» «As Benns…»